Замена знаков дорожного движения и переход на более лояльный метод работы службы эвакуации принесли свои результаты. Где необходимо появились дополнительные парковочные места, где-то парковаться вовсе запретили. Стало меньше эвакуаторов на улицах курорта. Вроде бы все необходимые меры по улучшению дорожной обстановки приняты и согласованы с общественностью, но в итоге избежать заторов всё-таки не получилось. Представители общественности говорят о том, что раньше было даже лучше. До того, как эти знаки менялись, ситуация хорошо регулировалась. Можно было позвонить, приезжая в машину, вакуируя, согласно знакам дорожного движения. Вот это переносы линии. Такое впечатление, как будто эвакуационные машины пропали. Естественно, сразу же по вакси роз не проехали. Парково не проехали. Такая же ситуация в завокзальном районе, в центральной части Адлера и в Кудепсте. По словам сотрудников ГИБДД, причина в увеличении количества автотранспорта. Анатолий Пахомов с этим не согласен. В прошлом году туристов было даже больше, но таких дорожных проблем не было. Сегодня одна из причин, считает мэр, элементарное несоблюдение правил дорожного движения. Его позицию полностью разделяют ТОСы, домовые и квартальные комитеты. В их адрес поступают многочисленные жалобы на отсутствие порядка на дорогах. Хотелось обратить внимание работников ГИБДД, чтобы наводили порядок именно в тех местах, где знаки установлены. У нас деловая часть города, это, скажем так, сейчас уже школьный период, утром выехать невозможно, вечером вернуться невозможно. Конечно, это вызывает у нас сложности у жителей. И, конечно же, люди жалуются. Жалуются неисполнение, а все-таки предписание автомобилистами. Там, где знаки установлены, все равно сойдет хаотичная парковка, незаконная. На планерке сегодня обсудили и возвращение к муниципальной собственности сетей водоснабжения. Неправомерность действий руководителей бывшего коммерческого предприятия «Сочи Водоканал» в части сбоя подачи воды в Сочи будет предметом рассмотрения соответствующих правоохранительных органов. В ходе планерного совещания обсудили и санитарное состояние сочинских оптовых баз, сельхозугодий и объектов розничной торговли. В целом, проведенный мониторинг показал неплохие результаты. Хозяевам тех же субъектов, которым были нарекания, выпишут штрафы. Исправить все недочеты им необходимо в течение месяца.